Бисмилля, альхамду лилля, вассалату вассаламу аля расулилля. Дорогие друзья, сегодня второй день праздника Курбан-Байрам, 12-й день месяца Зульхиджи, 11-й день месяца июль 2022 года. Мы стоим на площади долины Мина. За нами Аль-Маджазир, то есть те объекты, те места, где совершается обряд жертвоприношения. Именно где-то здесь Ибрагим Алейхиссалян, пророк Авраам, мир ему, отец всех пророков, следующих после него, готов был принести в жертву своего сына. Передо мной дорога, направляющаяся в сторону Джамарад, то есть того места, где сатана наузкивал мысли о том, что не стоит этого делать, но Ибрагим Алейхиссалян бросал в сатану, облаченного в человеческий облик, камешки, и он от него убежал. Сейчас, иншаллах, мы планируем пойти в направлении этих тоннелей и найти то место, где происходят обряды жертвоприношения, увидеть воочию, как это происходит. Если получится, иншаллах, то вам мы это тоже покажем. Аль-Хамду лилля, милостью Аллаха, мы преодолели тоннель через гору, и уже сейчас, иншаллах, перейдем через дорогу, и там будут те места, где совершается обряд жертвоприношения. Вот внутри этих зданий, на каких-то таких высоких ярусах, многоэтажных зданиях происходит обряд жертвоприношения. Я лично здесь первый раз, хотя я был в Хаджине уже несколько раз, но до сюда как-то вот не доходил, потому что время было очень ограниченное. Сегодня, в этом году время побольше, поэтому, воспользовавшись моментом, решил прийти и показать, как происходит обряд заклания именно на территории Аль-Харам, на заповедной этой территории. Все вот эти вот горы, рельеф, они являются свидетелями о том, что именно здесь, в этих местах, происходило то явление, то событие, которое связано с историей Ибрагима, алейсалям, и его сына Исмаиля, алейсалям. Мы дошли до места, где совершается обряд жертвоприношения. Как нам сообщили, что в этом году именно здесь верблюдов и коров, то есть крупный рогатый сход не закалывают, лишь только мелкорогатый сход. Вот за нашей спиной идут барашки по конвейеру, которых постепенно-постепенно закладывают, снимают с них шкуру, и потом уже предоставляют покупателю. Для того, чтобы закласть одного барана, требуется сначала купить, скажем так, входной билет за 809 реалов. 9 реалов это равняется примерно 13 тысяч рублей. Те, которые заказали скотину, они сидят и ожидают вот здесь, а уже после того, как мясо будет готово, им выдают на месте выдачи. Все очень чисто, аккуратно, приятно, нигде не видно каких-то грязи, нечистот. Альхамдулля, все поставлено на очень высоком, достойном уровне. Основная масса животных была заколота вчера, первый праздничный день. Сегодня это лишь остатки или небольшое количество животных закладывают. Поэтому что во всем деле, в любом деле, в том числе в закладывании животных, лучше, когда это делается в первые дни, в первое время. Так же, как и намаз, у него есть промежуток в районе около 2-2,5 часов, но лучше делать намаз в начале его времени. Пророк Мухаммад Али Саляту Ассалям сказал, что эти заклонные животные будут воскрешены в судный день со своей шерстью, со своими копытами, со своими рогами и будут свидетельствовать о том, что человек сделал это ради Аллаха, и будут служить свидетелями в судный день о благом деле. Но оказывается, это не барашки, а козочки. Козочки и бараны допускаются в качестве жертвенных животных, если они достигли возраста одного года или восьми месяцев, если они являются тучными и крепкими. Меньше этого возраста, или если животные хилые, слабые, имеют какие-то недостатки, слепоту, хромоту или еще что-то, не принимаются в качестве жертвы. И, конечно же, что-то ниже, чем коза или баран, например, курица или утка или гусь, в качестве жертвенных животных не принимаются. Дорогие друзья, вот на этом месте происходит непосредственное заклание животных и предварительная подготовка, предварительное снятие кожи. По этим конвейерам, видимо, животные поднимаются на верхние этажи этого здания, где происходит его дальнейшая обработка и подготовка для выдачи покупателя. Те, кто совершает обряд жертвоприношения, могут полностью свою жертву отдать нуждающимся. Насколько мы слышали, эту скотину, этих животных консервируют, обрабатывают и отправляют, во-первых, внутри страны самой, там, где есть нуждающиеся сироты, бедные люди, либо в африканские бедные страны. Тот же, кто желает взять определенную часть мяса, в соответствии вот с этим плакатом, он должен назвать, какую часть мяса он хочет себе взять, либо переднюю часть ляжки, либо заднюю часть ляжки. И, соответственно, одну треть человек, получается, берет себе, или две трети, а одну треть отправляют бедным и нуждающимся. Басмилар Рахман Рахим, вот мы решили познакомиться с одними служащей этой, ну, скажем так, компании, занимающейся процессом закладывания животных и спросим, как его зовут. Масмух Аль-Карим. Масмух Аль-Карим Аль-Карим Умар. Аль-Карим Умар, его зовут. Аль-Карим Умар, его зовут. Его задача заключается в том, чтобы смывать кровь, скапливающую в результате жертвоприношения. Наш брат родился в Найджерии и живет, служит здесь. Кам Сана Аль-Карим Умара? Мавлюдун Умара. А, Мавлюдун. Он уже родился здесь. Айдан Мавлюдун Умара? Лево. Мавлюдун Умара. Мавлюдун, так. В основе своей корнями он из Найджерии, но уже с детства родился здесь, живет здесь. Вауфи, Маусим Факат Антатам Аль-Хуна, бадал Маусим, мада? Кам Сана Аль-Хуна, бадал Маусим, мада, там Аль-Хуна. А, он здесь работает только в период хаджа, когда много, бывает большие объемы мяса, большие объемы заказов. В то время же, когда заказы отсутствуют, он ищет тебе другую работу. А, он здесь работает. То, что мы совершаем не по своей воле и желанию, а в соответствии с тому, чему нас научил посланник Аллаха, являющийся лучшим учителем. Процесс жертвоприношения укрепляет отношения между родственниками, потому что часть мяса можно отдавать родственникам. Соседские отношения улучшают, дружеские отношения улучшают. Ну и, конечно, уменьшает социальную разницу, социальную прослойку в обществе. То есть богатые закладывают животных, но не всяким может себе позволить за 13 тысяч купить скотину. И этим самым помогают, поддерживают нуждающихся, укрепляют социальные отношения. И также хурбан способствует развитию сельского хозяйства, потому что для выращивания скотины люди в селах находят себе работу. Это также требует определенной логистики. То есть нужен транспорт, нужны лица, которые всем этим занимаются. То есть это очень полезно в целом для общества и отдельно для личностей. И еще раз напомню вам хадис, где пророк Алиса Салам сказал, что эти животные в Судный день тоже воскреснут со своими копытами, рогами, шерстью и будут свидетельствовать о том, что люди принесли в жертву их ради Аллаха Джалля Джаллялю. И как обещал пророк Алиса Салам, каждая шерстинка, каждая волосинка этого животного в Судный день будет как награда, как тауап, как награда Отсевышнего за совершенное благое дело. Очень отрадно, дорогие друзья, когда мы проходили рядом с кассой или отделом, где уже получают готовое мясо, нас остановили как иностранцев и поприветствовали, предложили взять определенную часть мяса. Но мы сказали, что наша цель была не в этом. Мы пришли просто посмотреть, понять, как происходит процесс забоя такого огромного количества животных. Ведь в хадж приезжает не менее миллиона людей, практически каждый из них совершает обряд забоя. И, конечно же, это должно быть механизировано, четко, ясно, красиво, достойно. И мы в этом убедились в сегодняшнем нашем посещении. Аль-Хамду лиллях, Роббель Алямин, милостью которого завершается благодеяние, наш план удался, и мы смогли посмотреть, как происходит обряд закладывания животных. Именно на этом месте, у основания этой горы получается, что Ибрагим, алейхиссалям, готов был заложить своего сына в знак любви и покорности Аллаху. Это явление описывается в суре Саафат. Аллах Таалак сказал в суре Саафат, 103 аяте и ниже, 37 сура, 103 аят. Аme суре Саафат,静е! Ая-Заалак, сирописки! Ама суре Саафат, великий Аллах сказал истину, довел эту истину до нас его благородный посланник пророк Мухаммад мы это услышали, являемся свидетелями. Когда отец и сын подчинились Богу и он положил своего сына лбом вниз, мы воззвали к нему, о Ибрагим, ты исполнил сон, так мы воздаем творящим добро. Это было великим испытанием, ясным великим испытанием и заменили моего сына великой жертвой и оставили моего имя и добрую память о нем в последующих поколениях. Салямун аля Ибрагим, так пусть будет же мир с Ибрагимом. Казаликанадзельмухсенин, так мы воздаем творящим добро. У каждого из нас тоже могут быть свои испытания, требуются свои жертвы на пути Аллаха, конечно, Аллаху не нужна ни кровь, ни мясо, до Него это ничего не доходит, Он в этом абсолютно не нуждается. До Аллаха же доходит то, что находится в нашем сердце, состояние нашей любви, состояние нашей покорности, состояние нашей преданности, состояние нашей осторожности перед Его немилостью. Дай Аллах быть нам искренними, истинными Его рабами и брать пример с посланников Божих, с Ибрагима, мир ему в том числе. Возвращаясь в свои палатки, мы случайно наткнулись на то место, ну как бы незапланированно встретили то место, где держат эту скотину, и с человеком, который занимается непосредственно этим, ну, своего рода бизнесом. С ним познакомимся, и он нам объяснит, откуда поступают эти животные сюда, в Аравию. Он из местечка, которое называется Хадрамаут, в районе Южной Аравии. И он занимается вот этим, значит, бизнесом. Скотину пригоняют из Сумаля, из Сумаля, из Африки. Из Африки. Там их выращивают, и потом на пароходах, на пароходах привозят в Аравию, на определенный порт, из порта сюда, и здесь уже закладывают животных. Это наши братья из Йемена тоже, они непосредственно участвуют в заботе о животных, кормят их, кормят их, поят, поддерживают, заботятся, и потом уже отправляют в место для закладывания. Машала. Эту скотину увозят непосредственно для закладывания, а вот эту на большом автомобиле привезли недавно, для того, чтобы готовить для закладывания. Это фирма, компания, которая называется Джабери, занимающаяся вот этим бизнесом, связанным с обрядом жертвоприношения, скотиной. Мы занимаемся, говорят, не только козами, но и баранами, и верблюдами, но верблюдов сейчас нету. Они, говорят, там в определенном, ну, в условиях деревни, в условиях пустыни их держат. Потом уже... В этом году, говорит, почему-то, по каким-то причинам крупнорогатый скот или большой скот не закладывают, закладывают только вот мелкорогатый коз и баранов. Почему ты не закладываешь? В основном, он не закладывает в тахдире, и 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 в тахдире. Да. Сегодня, в этом году, говорит, почему-то верблюдов особо не заказывали, но нам работать с верблюдами приятнее, потому что за это больше платят, они более дорого стоят, и ближе к нашему сердцу. Вы не закладываете, что это? Да. Если ты сахар, то есть сахар. А вы не закладываете? Да, я не закладываю телевизионный, а не закладываю. Мы не закладываю. Мы любим Россию, и любим Россию. Мы, говорит, зато любим Россию, и любим российское мясо, знаем, что там мясо качественное. Почему? Потому что у нас есть много луф, 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 луф. Погода, говорит, у вас хорошая, у нас сухая погода, поэтому и скотина, и сельскохозяйственные продукты, которые вы выращиваете, они гораздо вкуснее. на самом деле мы убедились в этом, когда кушали, вот, огурцы, помидоры, они, ну, такие же помидоры красные, такие же огурцы зеленые, но они сухие, у них не хватает, вот, сочности. По той простой причине, что погода здесь сухая. Я желаю моим зрителям в России, ну, русскоязычным зрителям не только в России, счастья, благополучия и успеха. Миша Аллах Диву. Шукран Джазилла. Аккуратно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова